...и пары, и там будут хорошие шансы у Ксяо Ю Ю и Хао Джанга выиграть. Они будут соревноваться с Илюшечкиной и Москович, с Кавагути Смирновым, с Матео Гуаризе. Среди одиночников в Китае выступит Патрик Чан, Сергей Ворнов, Михаил Бжезина, Боян Зин, Макс Арон, Самухин и, кстати, между прочим, Максим Ковтун, будет очень сильный в Пекине состав. А уж если говорить о женском иночном катании, Эшли Вагнер, Кейтлин Осмонд, Елена Родионова. Кроме того, Майя Михара, Кортни Хиггс, Елизавета Туктамышева, Зидзюн Ли, Рика Хонга – это все в Пекине. Так уж распорядился жеребий. У нас очень сильный состав на пятый этап Гран-при. Ну и, конечно, на ННЧК Трофи там тоже будут свои хедлайнеры, сильные фигуристы. И борьба будет очень напряженной, тем более, что это последние два этапа, которые завершат отбор в финал серии Гран-при нынешнего сезона. Ну а сейчас выходят друг за другом участники этого этапа, участники сегодняшнего гала-концерта – Вакабо Хигучи, Адам Риппан, Максим Билли Фортан. Специальные гости – Мари-Пьер Леро и Максим Билли Фортан. И вслед за ними – Мариса Кастелли, Мэрвин Трен. Пайпер Гилл, Поль Пурье. Лорин Лекавалье. Лорин Лекавалье вслед за Токахитой Мура появляется на льду. Дальше очередь россиян Евгения Тарасова и Владимира Моросова. Очень надеемся, что они будут в финале Гран-при. Верим в это. По идее, они должны там быть по набранным очкам 100%. Денис Тен. Он один этап пропустил. Вот здесь он у нас выступил. Был в призах, был вторым Денис Тен. Но в финале мы его не увидим, потому что по одному этапу отобраться невозможно. Аббл Донахью и вслед за ними Евгения Медведева, покорившая вслед за японской. В Японии ее просто обожают. Ну, про Россию уже не говорим. А еще и французскую публику. Ну и, конечно, любимец Европы, любимец всего мира. Кавьер Фернандес. И Габриэла Попадаки и ее Сизерон. И, конечно же, общий поклон вместе с конферансье сегодняшнего гал-концерта вместе с Натальей Пешала и Брайаном Жубером. Ну, Брайан Жубер у нас не только конферансье, он еще и полноценный участник сегодняшних показательных выступлений. Украсил он их, конечно, будь здоров. Ну и по итогам четырех этапов, в принципе, можно еще назвать точно уже у нас в финале Евгения Медведева. Это 100%. Дальше у девушек тут, в общем, все очень загадочно. Основные претендентки еще будут кататься. Вот, например, Анна Погорила, Эшли Вагнер, Кейтлин Осмонд, Лен Родионова. Им еще выступать, им еще отбираться в финалов. У одиночника Фернандеса Шомауна 100% в финале. Риппен будет ждать, как оно все сложится дальше. Танцевальные дуэты только лишь Боброва-Соловьев, Чок Бейтс, ну и Хаббл-Донах и, наверное. Ну а если говорить о спортивных парах, то Алена Савченко, Бруно Массо отобрались в финал. Евгения Тарасова, Владимир Морозов. 24 балла, скорее всего, тоже. А дальше? Дальше четыре места свободны. Вообще, селфи Миша Гейтс сделал. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо за внимание. Мы заканчиваем четвертый этап. И смотрим, конечно, в будущее с надеждой, с надеждой, что все эти потрясающие фигуристы нам доставят еще много радости в этом сезоне, ну и, может быть, и в следующих сезонах. Следующий сезон олимпийский. Самые яркие моменты сегодняшнего гала-концерта. Это Миша Ге, Маша Сацкова, Шофик Бесигье, Адам Рипан, Тарасова Морозов, Евгений Медведев. В общем, всем спасибо. Через неделю, начиная с пятницы, в полном формате на каналах Евроспорт. Пятый этап гран-при, дорогие друзья. Это будет китайский этап, который пройдет в Пекине. Так что оставайтесь Евроспортом. До скорой встречи. Счастливо. Счастливо.